Мы жили вообще на левом берегу. Там все началось вообще, все военные действия там начались. У нас был трехэтажный дом на левом берегу. А мы, когда еще в нем проживали, мы на первом этаже, как мы считали, безопасное место, прятались всеми людьми там. Наш трехэтажный дом, все пластмассовый, все разбито, нашего дома нету, вогни нас валили. Ого! Мы тройку дней войны, было без самолетов, еще так вдалеке, еще было как бы, ну, маловероятно, непонятно, что это война еще. Где-то вдалеке бахают, а ну, бахают. Почему мы, как бы, были там в доме еще у себя, потому что не осознавали всей серьезности. Когда начали в соседние дома взрываться, когда понимаешь, что самолеты летают, летают, бомбят, школы, больницы, люди так валяются, мертвые ты ходишь, руки, ноги валяются. Ну, понимаешь, что это реально российский беспредел просто, и осознанное убийство людей. Когда отрезали уже газ, воду, свет, вообще все, не было условий, мы начали выходить пешком с левого берега. Все люди, мамочки, детки. И мы прожили в нашем доме еще 8 дней во время войны. Но когда начали в соседние дома взрываться, мы были вынуждены выйти. Когда прилетали грады, там, авиация. Но когда мы пришли, увидели разрушенный дом, и мы начали понимать, что там бы никто бы и не выжил. Мы перешли в центр города. То есть мы нашли там бомбоубежище, нас там приняли. У нас проживало в бомбоубежище много людей. Там были, ну, со всех районов. Но наших было там на тот момент 60 человек. 14 детей было. Это начиная годик, это у нас Женька, и 17. У нас была беременная девушка. Привозили волонтеры еду. Вот. Солдаты привозили еду. Они по массовым бомбоубежищам развозили еду, помогали людям. Украинские солдаты? Да, да. Наши украинские солдаты. А что привозили? Что привозили? Мясо, крупы, масла. Ну, все такое. Сладости для деток. Памперсы. Детское питание. Ну, много складов там было, ну, как бы, вскрыто. Сами солдаты, они понимали, что город будет уничтожать. То есть, люди сидят без еды. Там прожили мы еще, получается, две недели. Смотрите, люди начали уже на энтузиазме, скажем так, по своей вере, собираться возле драмтеатра на кольце. И просто на пролом ехать. Вот. Мы смотрели день, два, три, как люди выезжают, озванивались, говорят, что успешно доехали. Вот. И опять же, начинало все бахать ближе, сильнее. Когда, видишь, взрывают больницы, там, где лежат беременные девушки, то есть, все больницы они взорвали, вот, в Мариуполе, все школы. И мы вынуждены были тоже рисковать, брать детей, всех мам, беременную девушку. И просто ехать в одной машине, в легковой ехало нас 13 человек. Это все были один мужчина, я был водитель, и дети, и девушки. 16-го, да. Это было драмтеатр? Да, да. Да, это в этот день мы выехали. Мы перед взрывом за минут 20, за полчаса, когда взорвали драмтеатр, мы погрузились, нас провожали, вот. И мы выезжали оттуда. И узнаем, что драмтеатр, оказывается, взорвали, как мы только уехали. Видно, что Господь, Он хранил деток, нас, вот это чудо. Вот на этой машине нас ехало 13 человек. Вот на этом сидении, допустим, была девушка беременна, и с ней еще было трое детей. И собачка маленькая была. И там я ехал. И все остальные ехали вот здесь, сзади. Вот, в общем, нас было 13 человек. Это было 8 деток и 5 нас, взрослых. И один был мужчина, а то были мамочки, вот, этих детей. С детьми, мы с детьми поместились, ну, тесно, не тесно, но так вот ехали все время. Где ваши детки ехали? Как это выглядало вот? Двое младших впереди, старшие сзади, ну, так вот сложенные гармошкой, взрослые снизу, дети сверху. Все было нормально, ну, да, конечно, тесно. Ну, иногда вот так на блокпостах мы могли выйти с машины, пройтись чуть-чуть. Дети могли пройтись, потому что надо было чуть-чуть, потому что ноги позатекали. Было тоже больно, неудобно. Чем было вам страшно? Что невозможно, то становится возможным. Вот, этих детей, знаете, как спасти ты хочешь, ты их засунешь, скажешь, чтобы они сидели, терпели, потому что касается вопрос жизни. То есть, и детки некоторые, ну, понятно, маленькие не понимают там этого, ну, а все остальные понимали это, что надо терпеть, верить, что доедем успешно и выживать. Да, проехали мы блокпостов, я не знаю, наверное, около 20 русских только. Ну, каждое село, каждый перегруз, так это стоят посты. Проверяют документы, шмонают там. Еще когда мы в Бердянске лежали, нас всех раздевали, смотрели, чтобы не были люди военные. За наколки они очень лютовали. С нами был там один товарищ, у него тоже наколки были, их даже посадили на ночь в тюрьму. Ну, утром отпустили, да. Вы не вернули, пожалуйста, да? Ну, как здесь? Вам далося выпустить фотографии, потому что вы свой телефон не отдали, да? Да, я их удалил в Google фото, вот, и дал телефон подростку, девочке, чтобы вывести эту информацию, ну, телефон, потому что наши знакомые позабирали телефоны, ноутбуки, даже туалетную воду, вон такое, это забирали. И вот так мы доехали. А что было? Ну, моментами, может быть, было и страшно, потому что понимаешь, что там такие люди, им все равно. Ну, как говорится, война все спишет. Они делают, что хотят, насилуют, убивают, кого захотят. Да, остальные люди, они начали просто выходить пешком на следующий день. Мы доехали в Бердянск, им позвонили, сказали, что мы успешно добрались, а сейчас ждем коридор, автобусы, там, будем колонной выезжать на Запорожье. Мы выходили пешком, мы выходили 19 марта, 16 мы отправили наших детей с нашим руководителем, потому что это был для нас приоритет сохранить жизни детей и их мам. Потому что очень близко начала бомбить авиация, и как раз в этот день они начали бить уже по гражданскому населению с тяжелыми бомбами, с самолетов. Я лично был, когда мы провожали нашего Александра Васильевича возле драмтеатра, мы попрощались, обнялись и отправили их, сели в машину и спустились. Через несколько минут, там, может, минут 10 мы кофе заваривали, и в это время мы увидели столб пыли, дыма, и мы поняли, что примерно в этом районе, там потом уже поднялись, ну, жуткие кадры на самом деле были. Мы увидели, как людей, вот так вот просто, очень много людей, их бинтуют, кто-то кричит, кто-то орет, паника, накрывают людей, сами люди, которым удалось выжить в драмтеатре, которые были с левой стороны, получается, в подвалах. Вот им удалось выжить. Мы на драмтеатр ходили, да, периодически мы приезжали туда, получали там воду, ездили. У нас там один знакомый наш был, который выжил вот после этого удара. Он на тот момент находился внизу, потом его депортировали с Мариуполя в русские военные в Рязань. Вот. Как мы выходили? Это было 19 марта, 6.30 утра. Мы проснулись все на 6.30, мы уже все были собраны, все мужчины, женщины, те, кто хотел взрослые. Ну, мы шли, человек, нас 50, ну, там с бункера еще люди шли. Первое, что мы услышали, это, когда мы поднимались еще в бункере, как в наш дом прилетел снаряд тяжелый, либо станка, либо какой-то артиллерии. Вот, мы вышли, и дымится наш дом, ну, наша ДК молодежи дымится, воронки дымятся. Минут за 20 до этого шел массивный обстрел этих жилых кварталов центра города. Вот. И мы начали бежать вот через эти дымящиеся воронки. Жуткая картина, конечно, когда ты смотришь, как бросают бронированные машины, как они горят, как в них небо видно на самом деле. И мы бежали, и когда мы бежали, вот эти первые 5 километров, мы бежали под обстрелами, практически не останавливаясь. Вот. Один раз мы остановились, когда летела мина, и уже примерно по гулу мы понимали, куда она будет приземляться, и нашу колонну эта мина разделила на две группы. Вот. В перекресток она прилетела, и, получается, мы были впереди, и были люди, которые сзади. Все остались целыми, никого не ранило, мы продолжили путь, спустились там, где уже было более-менее тихо. Когда мы выходили, в тот день еще не бомбили Приморский район. Порт Мариуполя, он еще был более-менее целый. Выходили через первый блокпост, там стояла полиция ДНР, у них были шевроны, батальон «Тайфун» назывался. Что вам хочу сказать за этих ребят, они очень обозленные, они практически все были нетрезвые. У всех был перегар, и я и еще два человека попали в расстрельный список ихний. Ну, нас вывели за гараж там. Сначала одного парня вывели, мы услышали выстрел, и они пришли, но они оказывали на нас психологическое давление. Говорят, помогите вынести труп, сейчас надо вынести его и закопать. Завели меня туда, я смотрю, что этот парень живой. Возле меня тоже стреляли. Потом прикладывали пистолет к затылку, чтобы я почувствовал горячо. Ну, дуло горячее было. Вот. Понятно, было страшно, они пытали номер части, номер части, потому что телосложение, такая комплекция у нас была, как раз, ну, что знаете, похоже, как будто мы реально там военные какие-то или что. Я говорю, ну, я никогда не служил в армии. Я говорю, ребята, я не служил никогда в армии. Ну, какой номер части? Мне от страха начать придумывать. Говорю, у меня дома есть ребенок, говорю. Я хочу поехать к своему ребенку. Вот, есть у меня наколки. Прицепились к вот этой наколке, звезда Давида, потому что евреев они особо не любят. Вот. Ну, меня на каждом блокпосту заворачивали постоянно. Вот была такая ситуация, когда вот так вот мы стоим, они нас так выставили, и он говорит, так, ты сразу выходи, ты мне не нравишься, тебе не повезет. Вот так вот. Они нас били еще шокерами. Вот это, знаете, фонарики шокерами. У нас были такие фонарики, мы не пользовались теми шокерами, они нам не должны были для того, чтобы в бункере светить, подсвечивать. Вот. И эти фонарики не забрали и нас, ими. Были, ну, такие девушки, у которых были наколки, и они также досматривали девушек, уводили. Мы с Мариуполя ехали до Новомосковска трое суток. Получается, мы доехали, сутки заняла у нас дорога с Мариуполя до Бердянска, ну, целый день, не сутки, целый день. И в Бердянске мы, то есть, двое ночей ночевали там. Вот. Вот троих людей наших вывезли, вот они звонили. Один там в Рязани, одна в Кисловодске, то есть, один там под Москвой где-то. То есть, их туда вывезли. И мне дали право выбора. Что это, когда ты идешь и слышишь запах меньше, как кого-то, или лежачих людей, вот так квартал стоит, дымок легкий. Вот так вот прилетает операция. Попадешь, третий этажки, нету ни ока, ничего, где-то рухнуло. Вот. И ты так жутко идешь, ну, атмосфера такая. Во-первых, когда там бомбили, такое, врачи, все серое, холод, идешь. Ну, реально, что атмосфера войны, реально. Да, да. Погода даже такая. Погода такая, понимаешь? Да. И вот эти бабушки, дедушки, представьте, они вот так вот плачут, воют. Говорят, с окон их поприбивало там. Они кричат, свои номера, квартир, помогите. Ну, это как фильмок ужасов какой-то. Идешь у какой-то, они стонут. Говорят, пин-коды подъезда. Чтобы ты пришел, помог. Ну, люди, которые умерли, их вообще по городу никто не собирал. Это сейчас там, ну, как видно, там, крематорий они там, русские, там, завезли. Просто так в канавы начали люди хоронить, там, своих соседей, так, во дворах. А изначально этого не было всего. Идешь просто, трупы валяются, фантики как будто. Ну, просто ужас. Ну, казалось, запах, да? Да, идешь, просто горят девятиэтажки. И стоит такой запах, ну, паленых людей. Такая вонь, ну, аж выворачивает. Ужас на самом деле. Ну, пин-коды. Продолжение следует...